привет ребята как бодрость духа вы на канале it's my life вы наверно поняли что мы идем сегодня в огромную костку и какие тачки выводят народ готовится блин к праздникам и мы тоже сегодня будем тратить бабушки тогда толкай тачку маринка говорит что надо карточка точно требует сейчас мы покажем им карточку у нас же есть карточка мы покажем и пойдем вот пошли вот наша карточка видите у нас есть карточка такая проверяющих карточек снялся в нашем владе ну вот начинается музыка и как вести влог колонки с музыкой продать зайка давай скупать сразу конфеты в общем ребята сегодня мы у нас будет празднично-подготовительный до зайка мы уже будем начинать покупать значит смотрите сразу первым делом у нас идут вот такие вот аля бутылочки вернее бутылочки аля советский союз смотрите даже надпись похоже как коммунарка смотри зайка со стороны до комятая коробочка какая-то в общем эта коробка стоит вы видите 10 долларов почти в ней будет 516 грамм и сколько бутылочек 33 бутылочки вот такие вот будем пьянствовать начинаем я на сюда положу пока все двигаем дальше а что у нас дальше что мы будем сегодня скупать в общем сегодня мы будем скупать все конфеты продукты и мы тепло вот так вот оделись в кофте чтобы идти в холодильнике и посмотреть что там есть в холодильнике зайка мы идем сегодня в холодильнике поэтому ты тепло оделась скажи всем привет моя зайка стесняется а конфетки бутерброды но они где-то здесь они дальше наверно в общем как мы ходим я наверно записывать не буду будем записывать только тогда когда что-то цепляем в корзинку вон они мы уже почти пришли да нет наверно в другом ряду а вот на таких тележках ездят люди которым либо надо либо хочется давай подожди вот такие будем брать или рафаэлки будем брать короче эти тачки предназначены для людей с ограниченными способностями для возможностями способностями возможностями ну в общем для инвалидов и для таких вот девушек которые но вы видели да но я видел какие тяжелые все ребята значит берем вот под елку такие но мы всегда берем какие-то дополнительные типа типа подарочки типа какие-то вкусняшки просто как будто рудольф дедом морозом притащил так что только бутерброды они кстати русские я думал что они это самое типа вот нет упакуем в пакетики их или коробки просто . в общем 899 вот такие вот желатиновые бургеры двигаем дальше они 459 а это пицца пардон те 459 давай бургеры возьмем стартбёрт не берем мамбу ну все идем дальше в общем ребята цепляем вот такую короче блин что-то сработало это пожарная сигнализация или что и что нам делать отключили вот так короче всех напугали хотели чтобы все ушли в общем ребята цепляем вот такую рафаэлла я знаю а сколько их тут 360 грамм и сколько их тут палочек этих 12 не больше нам как-то их совсем мало в общем рафаэлла к это жутко дорогая 13 долларов 13 долларов 360 грамм а ну все правильно здесь 12 палочек получается одна палочка на три конфетки стоит 1 доллар рассказывайте как там у вас сейчас рафаэлла что почем какой хоккей с мячом а мы двигаем дальше ходили в кофейчанском ряду и случайно вот увидели такой кофе ловаться 13 долларов 2 лб это получается килограмм вот килограмм итальянский ловаться надо брать когда-то в беларуси я такой пил он тоже в зернах вакууме надо будет молоть его залезли в первый холодильник сегодня мы одели кофе чтоб не мерзнуть и как обычно берем молоко 399 2 галлона не жирная витаминизированная и двигаем дальше нам нужны яйца куриные диетически ну что тут по цене в этом складе здесь получается что 5 там наверно шесть десятков мы берем а нет 60 до 60 5 год это шесть десятков 6 десятков 839 берем берем это холодильник мерзлый холодильник так яйца взяли и куда двигаем дальше быстро мы выходим идем дальше лицевое движение короче ребята что увидели сегодня мы взяли кофты потому что смотрите в холодильнике 39 и 6 по фаренгейту я напишу потом сколько это в сельсе и вот здесь видите висит такие куртки сейчас погрузчик заедет я вам расскажу что это за куртки вот смотрите написано что для удобства пользователей членов вот эти вот жакеты чтобы не мерзнуть в холодильнике прошлый раз мы их не видели поэтому взяли свои кофты моя дорогая изучает каталог что мы будем покупать поехали крошки так сейчас мы закидываем вот такие вот корм доги кто смотрит тот знает цена 10 79 за упаковку их здесь их здесь дофига блин 28 штук мы уже рассказывали дети их очень любят короче у нас такая коробка где-то одна в месяц уходит до конфеты поднимем чтоб не мялись вот да иногда хватает больше чем на месяц это в среднем вот так вот иногда дети закидываются короче имеет такой быстрый легкий перекус который заменяет ужин или легкий обед наше любимое мороженое но мы сегодня мороженое да мы немножко все кашляем сморкаемся поэтому мороженое будет ждать конкретно рождества двигаем дальше так ребята цепляем новые сосиски 6.49 6 лб вот такая вот упаковочка о так и тут смотря не отдельно фасованы прикольно это даже удобно не надо сразу целую упаковку открывать вот такие не пробовали еще посмотрим едем дальше в общем ребята смотрите вот такая вот солянь и тут же по цвету я так понимаю она итальянская по флагу да смотрите на церковь 849 2лб значит кто смотрел наши влоги буквально накануне там получается в джонсе мы покупаем салями 1299 за лб а здесь получается 425 вот это то о чем мы вам говорили зайка оттуда не идем идем за сыром получается в джонсе салями дороже блин в три раза из-за того что на ней написано что она типа московская или еврейская и в принципе итальянская там стоит столько же вот и получается для любителей русских магазинов спешил цены а сейчас моя любимая снимет меня покажет как я хожу в магазине потому что в прошлый раз я тут бегал как как дятел в майке а сегодня посмотрите на меня короче здесь дуба кредки зайка нам покажи мне у меня руки трясутся короче вот так вот я выгляжу сегодня в магазине дуба кредки я одел капюшон но это просто невыносимо они просто в этом помещении устраивают редчайший блин дубильник короче здесь антарктида так ладно мы берем сыр нарезанный обычно на струган и но раньше мы брали в одном пакете но пересыпем так вопрос какой сейчас мы решим какой потому что видите шреддер чеддер джек 999 получается 5 лб давайте возьмем такой опа вот такой пакетик 5 лб 227 килограмма 2270 короче да 10 долларов идет в корзиночку вот раньше мы очень любили покупать вот такой вот сыр вот вы видите внизу 9 59 который нарезан слайсерами ну короче уже такой каждый отдельно упакован зайка раньше шель было по моему не 96 120 нет 96 но мы его покупали по скидочке по 600 да по 6 долларов ну чего то мы его ели года два наверное усиленно и сейчас всех отвернуло от него перед переедем что? а? да а вот смотрите какая фигня готовый завтрак да? его только разогреть получается грызи просто это мороженое яйцо с помидором блин зай сколько он стоит? 12 долларов получается? то есть сколько? 14-15 долларов сколько здесь получается этих яиц? 6? 6 вот таких вот запаков 6 порций 6 порций прикольно блин это для тех кто вообще не любит готовить и вот смотрите бутерброды мороженое с тунцом с ветчиной прикольно а это вот смотри а моцарелла я думал хотел сказать перепелиные яйца ладно ребята выдвигаемся дальше замерз а теперь находка дня значит смотрите вот такой вот ценник 5лб 389 это готовый нарезанный салат вообще мы такое покупаем второй раз наверное первый раз мы покупали когда салатов не было в нашем любимом магазине в центах объясню в чем фишка давай выйдем и будем снять да давайте зай так подожди нам еще надо зацепить брокколи или она вот вот стоит брокколи смотри вот брокколи 3лб 4.99 это наверное хорошая цена тоже вот мне не нравится вон тот откуда вот этот Марина знает она умеет выбирать короче брокколи 4.99 3лб поехали в тачку вот по поводу салат вот один салат стоит 3.29 не один салат а три салата ну в общем мы обычно так не будем такой брать еще нет сейчас не надо у нас нет а вот этот вот а Роман не берем он вообще с этими мы боимся пока его брать Романа боимся потому что про него все время пишут что у него часто бывают эти как это сказать часто отравления с ним бывают ну пойдем вот так почему мы короче взяли эту резаную капусту струганую потому что если брать ее по весу целую то получается что это на сколько в два раза дешевле ну не в два но в полтора в полтора в полтора раза дешевле Зай мы хотели рыбку взять рыбку? да я забыла и кстати мы хотели сравнить ну мы же какую-то берем где в три разных это самое мы хотели сравнить с Джонсом помнишь там мы смотрели сколько ее там было я ничего не думаю надо записывать берем но это не резан это цельно хорошо мы ищем тогда другую рыбку которая тоже салман но она нарезана три вида на струган уже салат мы потом приедем брать или сейчас возьмем короче мы в поиске зацепили наш любимый салат 4,99 вот и двигаем дальше в общем салат вернулся на родину потому что мы решили что мы еще по любасу заедем один раз в этот магазин вот и чтоб не морозить его в своем холодильнике лучше потом посвежее возьмем а сейчас берем как обычно воду 2,99 она стоит 40 бутылок пол литровых кидаем в тачку несколько упаковок традиционно для детей которые не хотят кушать рыбу ни в таком виде а только в бургерном 9,99 тут 10 бургеров весом ну весом какая разница каким весом ну чтобы сравнить только кило 360 это получается стрелбы стрелбы рыбных бургеров здесь их очень хорошо лопают потому что как мы вам говорили они не едят рыбу ни в каком виде а рыбу кушать надо вот так мы их этими бургерами и напихиваем да любовь? да? поехали дальше ту рыбу которую искали другую берем такую получается здесь полтора лб стоит 21,99 вот такой вот в двух пакетах смог салман берем оп подключаем хозяйственный блок в продукты вот такой вот тайт как это сделать чтоб не отсвечивал оригинальная цена 24 берем за 19 вот такой вот тайт сколько его здесь? его здесь полтора галлона вот полтора галлона короче такой порошочек практически 6 литров ага почти 6 литров моя любимая говорит это ее фишка она в этом разбирается попадаем традиционно в хлебный отдел здесь мы купили вот эти вот бэджелс попробовали в общем булка как булка да вообще невкусно если его есть вот в таком виде как он есть он вообще невкусный он он просто но не имеет вкуса поэтому он вот что я сделал он вот так вот разрезом пополам вот здесь вдоль я их разобрал намазал маслом положил в печку типа тостерницы они хорошенечко прожарились маслица расплавилась и детям очень понравилось а масло делает маришка с чесночком с приправками оно такое специально вообще вкусное получается такой аромат на весь дом стоит и в общем это было вкусно а мы ищем питы и не можем найти главное что я видела мужчину с ним но они нам с другой стороны поехали а нет с другой стороны а хлебушек нам не надо? хлебушек у нас есть мы ищем питы ищем питы положили выше головы поэтому мы их не видели 3,49 да? да 3,49 мы их постоянно покупаем и делаем из них маленькие пиццы без батарейки в хозяйстве никак поэтому вот такие вот алкалиновые пальчики получается 28 центов за батареечку 72 штуки 20 долларов берем потому что очень часто бывает дома надо а их не бывает под рукой что зайка нашла там? я хочу пойти цены на коробку сникерсов посмотреть вот двух видов они с таким вот этим шкетер помнишь там недавно понравился конфет они сейчас короче хочу пойти на их посмотреть какая у них цена будет поехали короче ребята цепляем еще сникерс регулярная цена у него получается почти 27 сейчас берем за почти 22 здесь в коробке как вы видите 2,239 вот такую вот упаковочку одну берем решили сладкого мало не брать то есть конфет много не бывает вот такие фирио 6,10,99 они стоят почти как рафаэла опять сигналка короче их тут 456 грамм такие вот по 3 штучки одна стоит 90 центов ну в смысле одна полосочка на 3 штучки и решил я зацепить еще вот таких вот конфитосиков 7,49 за 5 лб это вот такой вот замечательный пакет короче грубо говоря это что-то типа ирисок получается одна конфетка около 10 центов берем домой и на работу ребята в общем мы остановились около вот таких вот замечательных конфет 9,59 1 лб и 2 . то есть это получается где-то грубо говоря 600 грамм да в общем говори моя любовь вот так вот выглядят эти конфеты замечательные скажи что-нибудь зачем они тебе нужны эти конфеты потому что я хочу сделать подарок своим учителям мистера Кляйна и миссис Брин у нас есть два любимых учителя которых мы хотим ну как-то немножко поздравить да все берем две коробки два учителя две коробки корзинку и двигаем на кассу а вокруг играет музыка и мы думаем что нас могут не пропустить и тогда будет видео без звука наверное а что это за микросникерсы они не берем их в этот раз все двигаем на кассу считать баблосы так интересно получается всегда когда бываем в магазине попадают вот такие вот интересные экземпляры на парковочке один обязательно будет стоять сегодня это Кадиллак не знаю какого он года но очень классный смотрите какая длина у машины какая длина у машины такой у него багажник ну слова излишние вы сами все видите достаточно интересно а вот рядом джипик стоит и смотрите какой у него флажок установлен да здесь он немножко еще не доработался подржавел ну тем не менее вот такой вот интересный Кадиллак кожаные диваны там у него стоят прикольный дописываем сегодняшнее видео заскочили в маршал буквально на две минуты хотели купить теплые кроссовочки или ботиночки младшему сыночку вот хотели поснимать там но там опять музон валит на всю катушку что даже себя не слышно поэтому youtube не пропустит в общем смотрите вот такой вот ботиночки они как демисезонные получаются там они немножко ну синтепончика короче короче рыбями утепленные на белорусскую грубо говоря осень весну не холодную а нам самое то на зиму когда блин валит дождь вот такой как вчера и вот смотрите короче сначала они здесь стоили 18 стали стоить 13 сколько их оригинальная цена но я думаю блин 30 них наверно где-то вы сами видите это лэвис то есть не эта самая пока я стоял в очереди жена еще нашла и антош но он как бы не говорил что он мерзнет но они не точно такие они 15 стоили 20 ну размер блин то же самое они с синтепочками но сегодня в маршале у нас сын уже большой ему 11 лет короче ребята сегодня в маршале просто бешенство цен вещей подарков сувениров обуви там столько всего в понедельник мы планируем поперек поставь дело в том не так я имел ввиду поперек зайка в общем это касается наверное ну конечно хотелось бы чтоб все могли себе делать покупки и подарки но те кто живет в америке по крайней мере в калифорнии и лос-энджелес эре я думаю что в ваших маршалах точно такое же так что кому что надо бегите ломитесь хватайте а вы были на канале it's my life на этом мы заканчиваем свой влог нет мы не заканчиваем мы же на день рождения идем сегодня а мы сегодня идем на день рождения но это будет наверное отдельный влог да до встречи бай бай пока пока тебя не услышали пока ребята увидимся на дне рождения сегодня мы идем на пати у младшего сына в классе у кого-то день рождения но об этом в следующем влоге пока пока у нас и у у и и и и и и и